добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитьё сегодня по вашим просьбам я бы хотела разобрать вот эту модель посмотрите вот эту модель значит вот такой вот у-образный силуэт у нашей барышни такой интересный рукавчик в общем-то платье очень простой не длинная слегка за коленочку подойдет очень и очень многим полненьким женщинам потому что именно вот этот вот минимализм именно вот этот вот если силуэт слегка зауженный к низу буквально в смысле слова он вашу фигурку будет собирать открытые в свою очередь ножки и ручки область декольте можно немножечко приоткрыть как вот здесь сделано очень умеренно шейку не укорачивать свою и без того бывает не очень длинную да и очень мило смотрится вот это платье можно выполнять из любой пестренькой ткани и заканчивать подчеркивают вот этот стиль вот эту стройность это вот эти вот широкие бейки здесь они выполнены в черном цвете потому что он присутствует у нас в самой картинке и объединяется с ридикюлем сумочкой в руках и с черненькими туфельками очень законченный хороший образ я его как-то очень похвалила и мне вы мне несколько человек мне написала что ему вы хотели сделать такое же платье сделайте нам подарок на канале разберите пожалуйста как его кроить хорошо я выполняю ваше желание так мы будем кроить вот такое платье все всегда начинается с технического задания вы нарисовали рисунок полочки рисунок спинки выписали свои мерки и выбрали прибавки что касается именно вот этого платья то я бы прибавку по груди сделала 5 прибавку по бедрам сделала бы 5 и прибавку к рукаву сделала бы 5 6 сантиметров и вы строите базовую конструкцию ровно так по своим мерочкам как я вам неоднократно уже показывала вот это наше техническое задание здесь не интересный получится только в основном рукав давайте разбираться дальше и так вот наша база вот у нас есть полочка у нас есть спинка давайте вот так вот положим чтобы вам было понятно да у нас есть полочка у нас есть спинка что нам нужно с ними сделать но прежде всего вы обратите внимание что вытачку на грудную я перевела банально либо в пройму вот сюда можно перевести либо ее можно перевести вот сюда вот в боковой шов если размер у вас приличный то вам удобнее переводить ее в пройму давайте заодно покажу как это делается вот ваша базовая конструкция потому что из проймы она будет короче вот это центр груди точка c выступающая часть грудной железы вы из этой точки восстанавливайте прямой уголочек на пройму давайте мы с вами это и сделаем вот так мы восстановили прямой уголочек где она у нас вот этот перпендикуляр окончился вот здесь окончился дальше я хочу чтобы вот эта вытачка закрылась а вот в этом месте она открылась ставим сюда карандашик и начинаем поворачивать нашу вытачку влево совмещая стороны они совместились посмотрите стороны совместились и куда наш перпендикуляр перешел вот в эту точку затем куда проймочка изменилась и изменилась наши плечика все убираем смотрим что получилось вот у нас одна отметочка который мы с вами сделали и вот вторая отметочка вытачка открылась именно вот сюда так как мы всегда укорачиваем нашу вытачку она никогда не доходит до точки c у нас есть область так сказать недоступности до то поярче я нарисую вот так ну и конечно обведу потом фломастером чтобы вам было все видно и понятно вот так мы справились с вами с этой вытачкой то есть она идет либо в пройму потому что она здесь покороче у кого размер достаточно большой тому очень выгодно ее выводить именно сюда потому что в косое выполнение этой вытачки она лежит очень хорошо сутюживается легко и она значительно короче а если вы бы открыли ее сюда она получилась бы длинная не факт что она бы здесь не подтарчивала в общем это выгодно дальше глядя на наши рисуночек на технический эскиз вот так давайте его подвинем да я вижу что у нас горловинка явно расширена насколько ее расширять я не знаю вы тоже пока сильно не увлекайтесь давайте расширим ее на три сантиметра вот здесь три сантиметра ну и сколько вам нужно углубить вот эта . вы еремная впадинка вы подходите к зеркалу выбирайте себе нужную вам глубину выреза и уже ориентируясь на эти меточки аккуратненько рисуйте свою горловинку вот так беличку рисовать я сейчас не буду потому что вы сделаете примерку эта горловинка может у вас измениться стать либо пошире либо побольше непонятно как она у вас изменится поэтому бейку будем подрезать после осноровки после того как будет понятно окончательный вырез горловинки и тогда можно на этапе подрезки мелких деталей мы будем подкраивать нашу беечку вот это мы разобрались значит с горловиной переда теперь столько же сколько здесь вы сняли с плечика вы снимаете на спинке те же три сантиметра ну и каким-то вот тоже таким вот небольшим образом сзади вырезать много не нужно вы открываете себе горловину спинки значит талиевых вытачек никаких нет самое интересное это силуэтная форма вот посмотрите она похожа на овал на бочоночек здесь у вас 5 сантиметров и здесь у вас 5 сантиметров прибавки скорее всего что ваша выкройка и будет уже в бедрах шире чем вот здесь но как бы там ни было я значит в ее немножечко в бедрах еще расширяю и сохраняйте это расширение примерно вот на этом уровне вот так то есть немножко не доходя до талии и спускаясь ниже бедер но сантиметров вот здесь у меня получилось 8 значит 8 здесь до талии я не дохожу 3 сантиметра то есть выше то ли у меня 13 13 у меня здесь 8 до 13 21 сантиметр вот так затем соединяем вот так и делаем заужение по боковому шву я бы сильно не увели не заужала вот здесь отведение я бы взяла 2 сантиметра 2 сантиметра вот так видите какой овальчик у меня надулся вот буквально вот начиная от талии и до бедер то же самое я повторяю со спинкой прибавка по груди как было опять она у вас построена так она у вас и есть пять и здесь то же самое заужаете на пару сантиметров вот так будет выглядеть спинка длина еще у вас изменится каким-то образом вот рукавчик он вточной поэтому укорачивать плечико я не буду пройма вытачка нижняя часть проймы и пошел наш вот этот вот овал можете его экспериментировать и как-то еще видоизменять ну я вот так это сделаю бег тоже повторяю пока никаких нет потому что мы будем с вами выполнять примерку возможно вы платится еще укоротите но силуэтная форма у нее будет какая-то вот такая давайте другим цветом нарисуем спинку кстати вот эту вытачку вы можете легко перевести вот сюда я не очень люблю когда эта вытачка находится в плече поэтому я стараюсь ее переводить закрывать горловину спинки опять же она и выполняется гораздо легче потому что там идет ткань по косой ложится хорошо ну и во всех отношениях она там более уместно вот такой простой фасончик у нас получается вот такой вот овал такое причудливое оформление боковых шовчиков дает нам этот овал вот собственно и все здесь пришивается вы выбираете уже опять же на примерке уровень своих разрезиков вот таких да потом когда уже все будет шито и осноровлено вы подрезаете вот эту бейку вот такую бейку она у вас может быть как на строчной так и приточной можете сюда прибавить это зависит от того от вашего желания здесь тоже у нас получится с вами бейка но я бы эту бейку взяла судя по нашему техническому заданию я бы ее взяла сантиметра 3 шириной вот это тоже 3 сантиметра это тоже 3 сантиметра это тоже 3 сантиметра то есть вся обеечка 3 сантиметра я думаю этого будет вполне достаточно хотите поярче делайте скажем 4 сантиметра и на этом зацикливаться задерживаться больше не будем самое интересное здесь рукав давайте посмотрим как мы выполним наш рукавчик и так вот мы построили с вами базу по нашим меркам по нашим прибавочкам мы построили зауженный рукавчик рукавчик зауженный к низу и смотрим где у нас находится вот этот вот шовчик он находится явно по серединке значит и еще я обратила внимание что вот на этом месте вот это место доходит до чуть выше локтя и вот сюда как бы вшивается у них замочек молния а дальше как он у нас ведет во первых вы выбираете длину которая вам нужна длина у нас будет явно поменьше три четверти где-то примерно там у нас будет так потом мы смотрим на мерочку ширина рукава внизу рукавчик зауженный мы меряем ширину рукава внизу как раз на уровне длины рукава три четверти и допустим она у нас там какая она была она была двадцать три сантиметра добавим еще немножечко на свободу облегания и сделаем 24 сантиметра и боковой шовчик у нас переоформиться вот так и вот так надо сказать что вытачку здесь я рисовать не буду вы можете ее как перевести допустим вот сюда да и ее закрыть тогда она у вас откроется вот здесь вы ее просто прошьете и все некоторые ткани позволяет ее аккуратненько так сказать посадить посадку давайте попробуем сделать так вот я нарисую посадку а да виноват не сюда пришла потому что я делаю рукавчик немножко зауженный книзу вот сюда мне нужно прийти я потом обведу как нужно вот так это мы заузили рукавчик подружили его с мерочкой ширина рукава внизу дальше мы уже сказали что вот здесь у нас идет и как-то больше видно вот эту вот переднюю часть поэтому примерно вот отсюда вот отсюда я бы нарисовала линию вот так вот так вот так вот так сюда эту линию и она рисовала бы она как-то более закрыта у нас вот так вот так вот так и И возможно даже вот так. То есть передняя часть как бы открывается руки. Вот это передний локтевой перекат. Вот это место, да? Вы знаете, что это передний локтевой перекат. А задний локтевой перекат, он как-то немножечко даже провисает у нас. Делается подлиннее. То есть вот я бы сделала рукавчик, наверное, вот такой. Так как ткань пестренькая, может быть здесь вытачка локтевая, может быть просто посадка у вас получится. Это уже ваш выбор. Ну и все. Опять же, нужно сначала сделать примерочку этого рукава. А потом уже начинать его обрабатывать. Вот это будет у нас передняя половиночка рукава. Так, рукав будет состоять из двух частей. А вот это будет задняя половиночка рукава. Вполне возможно, что у вас вот это смещение, вот эта точечка, да, которая совпадает с плечевым швом, она у вас пойдет немножечко вперед, как это делается обычно у рукавов реглан, чтобы заднюю половиночку рукава сделать немножечко побольше. Поэтому рукав интересный вот такой. Здесь будет посадка вместо выточки. Я бы сделала его вот таким. Но повторяю, прежде чем обрабатывать эти срезы, их надо посмотреть и примерить. Возможно, что вам захочется вот так вот немножечко все сместить. Ну а потом, когда вы уже найдете точно вот эти все пропорции, вот эту форму, вот этой фантазийной линии, да, вы можете легко, разобрав снова свой рукавчик, сточав только внутренний шовчик вот этот, обработать это вот такими вот красивыми беечками. Все. Вот и получится наша с вами решенная вот такая задача. Платьица у нас получилась вот такое. Так, сейчас мы это все посмотрим. Готовый результат. Рукавчик, платьица и наше техническое задание. Устроим все так, чтобы было нам видно. И наше техническое задание, которое выглядит вот таким вот образом. Все. На этом разрешите сегодня закончить нашу работу. До следующих встреч. Задавайте свои вопросы. Обращайтесь с просьбами. Я, как могу, постараюсь их выполнять. Все, что в моих силах показать и рассказать вам, я постараюсь это все сделать. Всего доброго. Всегда ваше. Галина Коломейко. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.